КАРЬЕРА ЮРИЯ ТАБАХА КАРЬЕРА Юрий получил множество наград, занимал ответственные посты и представлял Соединенные Штаты в разных странах мира. Сейчас и Юрий уже в отставке и может открыто говорить. Ваша политическая кредо? Хочется сказать всегда, но скажу может быть. Теперь хотелось бы поговорить о Ближнем Востоке. По роду своей деятельности в Анкаре вы наверняка многое знаете, многое можете объяснить, правильно? Кем вы там были? Много ли я знаю, я не уверен. Я знаю только то, что я знаю. Может быть даже меньше, чем я думаю. Я там был Дином или возглавлял международную коалицию в центре НАТО, антитеррористическом центре НАТО, в котором участвовало 7 стран НАТО. Это был антитеррористический центр. Вы вообще знали, что вообще существует или вообще появилась такая организация, как ИГИЛ? Должны были знать, как ИГИЛ могли прозевать. Вдруг она возникла ниоткуда? Нет, она не возникла. ИГИЛ не возник ниоткуда. ИГИЛ возник от Ал-Каиды, когда был вакуум. Было много ошибок сделано. Одна из того, что опять же была уничтожена и разогнали иракскую армию, что я считаю не нужно было делать. Не надо было уводить оттуда войска, как Обама ушел. То, что говорят по-русски, драпали оттуда. Потому что создался вакуум. Вакуум всегда кто-то заполняет. И от ИГИЛа выросла вот эта более радикальная, более кровожадная такая секта, что ли, управляется бывшими офицерами иракской армии. То есть вы считаете, что руководство ИГИЛа, вот этой кровожадной организации? Да, но ИГИЛа это не только военное, ИГИЛа это еще и государство. Они пытаются, у них есть инструкции, как иметь Министерство иностранных дел, как снабжать воду, как создавать больницы и школы. У них все это есть, но военное крыло этой организации, да, оно управляется бывшими офицерами иракской армии Саддамова. И как это могли прозевать? Это же очень сложный феномен. Во-первых, у них невероятное количество денег. Я не знаю, потому что это не военная тема, как прозевали это. Это больше относится к разведке, к ЦРУ, центральным разведкам всех стран, как можно было прозевать. Как много вещей, как прозевали, что у Индии и Пакистана атомные бомбы. Во, вдруг ни с того ни с сего узнали. Как могли прозевать, что разрушится Советский Союз? Все готовили, что он будет еще существовать. Вдруг бах, он развалился. Прозевали много чего, что были не готовы к чему. Помогите мне, пожалуйста, разгадать, разобраться в этом клубке Ближнего Востока, который вот сейчас завязался. Кто, на чьей стороне и где сидит Америка в этом деле? Ну, это очень сложно, потому что там очень много разных движущихся частей. Одни воюют с одними, но против других, а те воюют с этими, но против тех. Там очень много разных групп, группировок, лояльностей, интересов. Где Соединенные Штаты? Соединенные Штаты всегда на правильной стороне. Потому что, наверное, банально звучит, но Америка всегда должна быть с народом. Так как сирийский народ решил, правильно это или неправильно, избавиться от осада, Америка поддерживает этот народ, чтобы избавиться от осада. Правильно это, неправильно, хорошо или плохо, я не знаю. Это политический вопрос. Я считаю, что Соединенные Штаты должны больше участвовать в курдском движении. Может быть, не военном, но политическом точно. Как по мне, похоже, что курды на правильной стороне. Курды хотят то, что они должны иметь. В конце концов, давайте, сколько курдов в мире? 30 миллионов или 35 миллионов курдов? По-моему, больше. Даже больше, может быть, 40 миллионов. Огол 40 миллионов курдов. А палестинцев 3 миллиона. Вот почему весь мир настаивает, что 3 миллиона человек должны иметь свое государство, а 40 миллионов человек не должно иметь свое. Причем у этих 40 миллионов как раз и есть своя культура, свой язык, своя история. Они не часть какого-то другого народа, как палестинцы. Но по пути к этой желанной цели курдов стоит Турция? Не только Турция. Там стоит и Ирак, и Сирия, и все, где находятся курды в этом мире. То есть, никому не выгодно. В Ираке они как бы уже создали свой Курдистан и живут там довольно-таки неплохо. Поэтому курды из Сирии, курды из Турции смотрят на них и говорят, а почему мы так не живем? У них там идет война, и они живут лучше, чем мы. Поэтому они хотят тоже так быть. Да, с Турцией тогда будет проблема. Турки не хотят этого. Курдский вопрос – это пороховая бочка, которая может разорваться. Ну, сейчас у курдов, да, другая забота пока. Потому что Турция никогда не позволит курдам отделиться. Никогда нельзя никогда говорить. Крым тоже никогда не должен был отделиться. То есть, Ближний Восток сейчас делится на такие протестания суниты и шииты. Россия разыгрывает, естественно, иранскую, сирийскую карту. Ну, там не только шииты и суниты, там не только на религиозную почту, там еще и на других. Там арабы и не арабы, перцы и не перцы. Там разные люди есть. Вот эта вся арабская весна как бы привела... Сначала там был хаос, потом в разные страны пришли новые движения. Скажем, в Египте пришли мусульманское братство, потом их скинули. И сейчас, в общем-то, более-менее весь фокус на том, что происходит в Сирии и что происходит в Ираке. Правильно? Потому что именно там образовалось вот это вот исламское государство, ИГИЛ. И вот в борьбе за вот эту территорию и что там произойдет, замешаны великие силы. На одной стороне Россия, которая разыгрывает, скажем, иранскую, сирийскую карту, поддерживает Асада, поддерживает Хезбалу и так далее. С другой стороны Саудовская Аравия и, можно даже сказать, Израиль, в общем-то, в какой-то степени, которые хотят, чтобы Асад ушел. Посередине развилось очень-очень опасное движение под названием ИГИЛ. Америка, с моей точки зрения, не способна предпринять шаги по уничтожению ИГИЛа. Кто с этим будет бороться? Пошла Клинтон, скажем так. Я думаю, что войны были и до этого, и довольно-таки кровавые войны, и долгие войны. И люди перестают воевать, когда они устают убивать друг друга, когда они убили достаточно друг друга, они перестают это делать. Что, вы считаете, что ИГИЛ устанет? Я думаю, что со временем у них тоже будет атрешин. Многие из них погибнут, многие из них умрут от разных вещей, от нищеты, от голода, от болезней. Потому что во время войны, во время боевых операций, это тоже большой процент, и погибают люди. И они, в конце концов, тоже устанут, и эти устанут, и те устанут. И война закончится. Против нее бороться. Америка в одиночку все равно не может бороться. Это должна быть коалиция многих стран, которые должны иметь интерес и политическое желание это делать, политическую волю показать. И таким образом там установится какой-то закон. Может быть, даже международные коалиции зайдут и установят там закон. Как и во Второй мировой войне. И в конце концов, все устали от Гитлера, все устали с ним иметь дело. И когда уже была война, уже была кровавая война. И все собрались вместе, даже у которых было разногласие, и пошли против него. Так что вы считаете, что внедряться в эту борьбу наземные войска посылать не стоит? Не стоит быть слишком агрессивным по уничтожению? Я не уверен, или вы меня спрашиваете, это как человека военного или как личное? Ну и то и другое, в принципе. В принципе, скажем, как человека военного, какой самый лучший был бы способ борьбы с ИГИЛом? Это, наверное, самый лучший способ борьбы с ИГИЛом, это было бы коалиции по-настоящему начать их убивать. Каким образом? Бомбить или наземными войсками? Бомбить потом наземные войска. И делать это честно. Что значит честно? Честно, не политически корректно. Быть готовым принять и жертвы, и быть готовым, что будет collateral damage. Что будет страдать гражданское население. Когда в Дрездене гражданское население сильно попало, в Японии, в Нагасаке гражданское население здорово пострадало. Но это закончило войну, это закончило кровопролитие, и были построены и в Германии, и в Японии демократические страны. И насколько возможен этот вариант, если, скажем, в данной ситуации, когда у власти администрация Обамы, я так понимаю, этот вариант невозможен? Нет, невозможно, но это не очень-то и сильно от него зависит. Это зависит также от наших европейских партнеров. Ну а готовы европейцы к этому? Конечно, нет. В Европе огромное количество мусульман, они не хотят этого, это у них внутри своя проблема. Поэтому они будут готовы, когда уже у них будет достаточно террористических актов, когда они устанут от этого, когда у многих из них люди, когда они будут себя чувствовать, как Израиль. Такое впечатление, что вы знаете, в Европе... Так, ну это моя военная, мой взгляд, мой личный, мой личный взгляд, я бы туда не вмешивался, я бы им всем желал удачи там. То есть вы бы оставили их в покое? Я бы, да, я бы дал им делать то, что они делают, и закрыл бы границы, и не пускал бы их сюда. А там пусть они разбираются между собой, и я им всем, всем одинаково желаю удачи. А закрыть границы нужно? Да, чтобы они сюда к нам не приходили, а там перебили друг друга. Ну это уже поздно, они уже проникают в Европу. Европа в огне, скажем так. В Бельгии людей предупреждают, чтобы они не уходили на улицы. Страна, которая находится в самом центре Европы, находится практически в военном положении. Вы говорите, когда достаточно произойдет террористических актов. Ведь этих актов очень много произошло. Ну, значит, недостаточно, пока народ не устал. Как недостаточно? Была бомбежка в Англии, несколько террористических актов во Франции. Я вам скажу, что работает из моего опыта, как остановить террористические акты. Как? Израиль раньше применял эту тактику, и она работала. Она работала, но из-за левых израильтян, из-за левых евреев в Америке и везде, они должны были прекратить это действие. Потому что надо понимать культуру и ценности этого населения. Они разные, чем у нас. Они слушают другую музыку, они едят другую еду, у них другие порядки, другое мышление. Они живут семьями. На первом этаже дедушка с бабушкой, потом папа с мамой, потом с нами, потом внуки. Они вот так строят. И они друг на другом пекутся. Это очень хорошее отношение между ними. Но среди них попадается один, который уходит и становится террористом. Он становится террористом, они становятся очень уважаемыми людьми, им дают деньги, и все очень хорошо. И следующая семья смотрит и делает то же самое, и следующая то же самое. Что делали израильтяне? Когда это случалось, они этого террориста убивали на месте, если он оставался живым. Весь дом этот сносился, а семья вся депортировалась. Следующая семья смотрела на это и говорила, никто, чтобы в нашем доме не хулиганил. И они друг за другом следили. Они друг друга контролировали, чтобы один из них не совершил такую глупость. И это работало. Но это было негуманно со стороны мира, который жил в комфорте в Европе и в Америке. И которому тогда были не страшны террористические акции. Если мы отсоединимся от них, закроем границы. Те мусульмане, которые живут с нами, большинство из них хорошие люди, я думаю. Большинство из них хотят жить спокойно. Они не любят евреев. Ну и что такого? Многие, кто не любит евреев, католиков, гомосексуалистов и кого угодно. Дети не любят родителей. С этим можно жить. Но они должны будут взять на себя коллективную ответственность. Как немцы взяли коллективную ответственность за то, что произошло во Второй мировой войне. Ихни родители, может быть, и не были нацистами или фашистами. Это был маленький процент людей, которые... Ихни родители, может быть, были простыми солдатами или фермами, или еще кем-то. Но они взяли коллективную ответственность за все чудовищные преступления, которые совершила нацистская Германия и ее союзники. Хотя союзники не взяли это на себя ответственность, как австрийцы, допустим. Также и мусульмане, они должны будут взять, которые живут с нами, взять на себя эту коллективную ответственность. И сказать, и протестовать, и выступать, и служить в армии везде, и говорить. Ты, брат мой, не можешь сюда приехать ко мне. Ты, моя фианцея, моя герлфренд, не можешь сюда приехать ко мне, потому что что происходит там у вас. И пока мы готовы вам помочь, пока вы не наведете там порядок, мы принимать вас не будем. И когда мусульманская диаспора начнет себя вести как часть Соединенных Штатов Америки, как американцы. Слушайте, если я сейчас выйду к Белому дому и сожгу Коран, вы представляете, что будет на улицах? А если мусульманин расстрелял солдат Форт Худ, майор Хасан, никаких протестов нет. Никаких мусульманских выкриков нет, никто этого не протестует. Значит, американские ценности в мусульманском общине, как общине, это и есть община, обобщать это все. Значит, американские ценности им не так важны, как мусульманские ценности. Мусульманский мир не готов преобразоваться, не готов признать ошибки и не готов с этим бороться. Я думаю, что японцы в 1945 году тоже были не готовы поменяться. И пока это не произойдет, никаких сдвигов не будет? Пока не будет жестко поставленной границы, в переносном смысле этого слова, жесткие границы. Как можно себя вести, как нельзя себя вести. И как вы хотите быть частью мирового общества до этих пор. Наверное, я повторяю слова, я сейчас сам себя поймал на этой мысли, что я повторяю то, что сказал Трамп. Это понятно, что он идет, что мусульмане, которые живут в Америке, мусульмане, которые живут в Бельгии, которые живут в Германии, в Швеции. Они сюда могут приезжать туда-сюда, обратно, и никто им границу не закроет, потому что ты не определишь мусульмане. Но из мусульманских стран, особенно там, где Шириял закон, да, оттуда не пускать их. Никого, кроме, там, может быть, знаменитых дефекторов. До той поры, пока само мусульманство... Беженцев не принимать. То есть беженцев, скажем, из Сирии не принимать. Нет. Мы не можем их принять, мы не знаем, как определить, кто есть кто. Значит, ими словами, ваше личное мнение, Ближний Восток нужно просто оставить в покое. Это мое личное, да. Пока они сами не разберутся со своими желаниями. И сами не устанут друг друга убивать. И где здесь лежит Израиль? Что Израилю делать? Тут же не идет война континентов. Тут идет идеологическая война, тут идет война систем. Нет, извините, война миров идет. Война систем. Да. Система демократическая и недемократическая. И религиозно-фашистская такая. Поэтому Израиль – это западный мир, и он просто должен оставаться западом. Вы говорите, что Израиле делать ничего не надо, никакие переговоры, скажем, с палестинцами идти не надо. Не отдавать никакие территории в данный момент. Я не понимаю, какие переговоры могут быть с палестинцами. Палестинцы не признают государство Израиль. Как ты можешь вести с ними переговоры? Вы ведите со мной переговоры, если я не признаю вас. Вот вас нет. Если вы возьмете в палестинских школах, чему учат, какие карты показывают, чему учат детей, Израиль не существует. Его не признают. И евреев надо убивать. То есть это смок скрин. Конечно. Это смок и мир. Да. Но поэтому какие могут быть переговоры, какие могут быть договоренности. Вот в этом ближневосточном клубке, где все горит, где ИГИЛ захватил невероятное количество территории. Как должен Израиль вести свою политику? Защищать себя. Только защищать себя и не волноваться, что внешний мир будет думать о нем. Потому что все равно будут думать, все равно будут винить его. Поэтому надо думать в первую очередь о себе. А потом уже как на тебя другие посмотрят, что про тебя скажут. Эти страны, эти люди, они твоими друзьями не будут и хорошего они тебе не пожелают. Поэтому Израиль должен в первую очередь волноваться о себе. И о своем существовании. Ну, послушайте, какой смысл палестинцам иметь свое государство? Им же придется работать. А сейчас Владимир Владимирович встретился с Натан Яховым и сразу 50 миллионов они получили. Палестинцы? Да. От России? Да. Это интересно. Опять же, возвращаемся к терроризму. Мы тоже даем им деньги. Европа дает деньги. И туда, и сюда, и третье. Но вы понимаете, что эти деньги куда расходятся? Они расходятся в Хазбалла и Хамас. Они, эти две организации получат эти деньги. Значит, когда получат это Хазбалла, это значит пойдет в Иран. Иран, иранский пойдет в Хамас. Вот это будет и ИГИЛ получат эти деньги. Они все между собой связаны. Даже ИГИЛ связан с этой оппозицией, умеренной оппозицией. Даже Томми Тайгер связаны с ними. Или Рэд Бригэйдс или еще. Они все между собой связаны. Они все ездят друг к другу обмена опытом. Как мы это делаем, так и они это делают. Всегда есть какая-то нить, которая ведет к какой-то другой террористической организации, даже если они по разные стороны. Потому что у них есть общий враг. Но если придет Хиллари Клинтон, Хиллари, естественно, будет давить очень сильно на Израиль. Всякими раненными рычагами будет экономическое давление, будут санкции, будут бойкоты. Вы же видите, что происходит в Европе. То есть, израильские продукты стали бойкотировать. Вы знаете, что они идиоты, потому что палестинцы просят, чтобы они не бойкотировали этого. Потому что фермы, где производится эта продукция, это обычно на оккупированных территориях, которые они бойкотируют. А это рабочие места для палестинцев. Поэтому они оставляют палестинцев без... Но вы знаете, что Картер заболел раком. Но он уже вылечился. Потому что он принимал израильские медикаменты. Он не бойкотировал их. Я считаю, что он должен делать то, что Кобзон должен делать, так и Картер должен делать то, что он говорит. Но он должен был бойкотировать израильские медикаменты, бойкотировать айфоны, бойкотировать все это. Компьютеры. А бойкотировать сельскохозяйственную продукцию, которая производится палестинцами, ну, хорошо. Это, послушайте, это маразм и идиотизм, которому нет предела, когда гомосексуалисты ходят в поддержку Палестины. Да, вот что это такое? В поддержку газа. Да, где в Израиле они процветают, и никто их не трогает, и они полноценные гражданцы. А там им отрубают голову, только если они подумают, что ты думаешь. И в то же время они поддерживают газу, поддерживают Палестину против Израиля. Как их назвать? В чем вся эссенс идиотов? И когда они делают одно и то же, каждый раз думают, что будет исход другой. Поэтому президент, который придет и будет опять думать, что сейчас он начнет переговоры с ними, он нажмет на Израиль. И все, будет два. Израиль тут ни при чем. Палестинцы не хотят своего государства. Палестинская администрация, они профессиональные вымогатели денег, проблемы которых никогда не будет решена, поскольку никто из них не хочет решать эти проблемы. А им не дают. ООН им не дает. Все негосударственные организации им не дают этого сделать. Они им приносят, они им говорят, а вот с вами плохо обошлись, мы теперь будем еще запрос делать, мы еще будем одну жалобу писать. Вот вам еда, вот вам медицина, вот вам вода, вот вам канализация, вот вам все. Им ничего не надо делать, вы ни за что не отвечаете. И так они будут всегда беженцев. Слушайте, много беженцев было в мире за последние 60 лет, но они каким-то образом ассимилировались. Обзорбция произошла в тех странах. Почему арабские страны, почему Египет и Ордания, Саудовская страна не может обзорбировать этих людей. Они арабы. Кстати, почему вот сейчас, что происходит с сирийцами, это хороший наглядный пример. Насколько я знаю, ни одна из арабских стран, кроме и Ордании, и Турции, скажем, Турция не арабская страна, кроме и Ордании, и Турции никто не принял из сирийских беженцев. Они туда и не бегут. Ну, как ИГИЛ сказал, нам не нужно нападать военным способом на Европу, мы просто туда пошлем армию беженцев. Они уже послали. Что сейчас произойдет в Европе? Европа практически на военное положение. Да, в Европе будет еще одна война мировая. И опять Германия ее устроит, как и страны. Националистическая будет внутренняя революция, гражданская война, которая разойдется по всей Европе, в конце концов, в Америке. И в конце концов, мы будем друг против друга воевать. Я думаю, что это так и будет, что это будет война. Россия распадется. Она распадается тоже еще на мечи страны. В России тоже проблема с этим? Мусульманами. Да, конечно. Конечно. Я думаю, что Кавказ еще какие-то там, не знаю, несколько лет, и он отойдет. Ну, хорошо. По вашей теории, если оставлять Ближний Восток покоя, он как-таки каким-то образом устанет. Но он, с другой стороны, вы говорите, что он не устанет, что Европа будет разваливаться, потому что там слишком много иммигрантов с Ближнего Востока. Это война перекинется на Европу. Там, кстати, может быть, и остановится, потому что они убивают друг друга. И в конце концов... Войны обычно останавливаются, когда ты убиваешь больше их, чем они тебя. То есть на Ближнем Востоке все остановится, они устанут, а это все переметнется в Европу? Нет, они это не остановятся и не устанет, если мы там все время будем участвовать. Это только остановится, и они устанут, если мы перестанем участвовать и помогать. Одной стороне или другой, или третьей. Если мы все уйдем оттуда, закроем свои границы, они пусть выясняют отношения, пока не устанут. Но на этой территории останется бедный Израиль. Израиль может... Как он останется на этой территории? Он тоже отсоединится, он тоже закроет свои границы и все. Короче, прогнозы не очень симпатичные, я так понимаю. Ну нет, почему? Я не знаю, что значит они симпатичные или не симпатичные. С одной стороны, они могут быть симпатичные, с другой нет. Ну, кстати, а что произойдет внутри Америки? Будет какой-нибудь взрыв? Потому что противостояние, как вы сказали в самом начале, очень сильно, например, когда до того, как Обама пришел к власти, не было такого противостояния между черными, белыми и испанцами. Я не помню, да. То есть, по иронии судьбы, тот президент, который должен был умиротворить... Объединить всех. Объединить всех. Не смог этого сделать? Сделал до точности наоборот. Юрий, я заметил очень интересную вещь, и мне эта вещь очень импонирует. Вы в социальных сетях упоминаете имена и почитаете имена погибших офицеров и солдат американской армии. Почему вы это делаете? Ну, вообще, хотя я и не знал этих людей, я все равно считаю, что это как бы мои воспитанники, это мои дети, это те, кого я вырастил, те, кого я туда послал. Я чувствую себя ответственным за них. Я считаю, что это лучшие из лучших нашей страны, молодые ребята и девчонки, которые добровольно пошли служить, потому что они верят в американские ценности, они верят в американскую конституцию, что они хотят за очень мало служить и рисковать здоровьем и жизнью ради Америки, ради американского народа. Поэтому я очень близко это принимаю к сердцу, когда кто-то из них погибает или кто-то из них тяжело ранен. И, к сожалению, это случается довольно-таки часто, чаще, чем хотелось бы. Я их знал, ну, не их лично, но я знал все вот эти молодые ребята, с которыми я ходил в походы, с которыми я прыгал с парашюта, с которыми я стрелял, бегал, с которыми я ходил в патрули. Насколько это ты зависишь от них, они зависят от тебя, это в настоящем такое братство. И когда ты теряешь кого-то из них, это довольно-таки больно. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Спасибо большое.